Сейчас совершенно неожиданно ехал на байке и заехал в какой-то темпу. Тут множество обезьян и какая-то лестница, которая ведет, ну, как я понял, к самому темпу. Вот сейчас по ней поднимаюсь и на пути множество вот таких обезьянок сидят. Вот это какая-то потрепанная. Но не приведи меня все разбежались, конечно. Большая интрига, что же там наверху. О, боже мой, как же это высоко. Вот они, обезьянки сидят. Ладно, идем дальше. Я себя чувствую, как будто в каком-то зоопарке, потому что много животных, вот такие клетки. Если бы знал, что это так высоко, то я бы не подписывался. Я думаю, сейчас загляну по-быстрому в темпу, посмотрю, что там. В итоге уже минут 10 иду. Вообще тут на ближайшие несколько километров нет ни деревень, ни магазинов, ничего. Я вообще удивлен, что здесь столько людей. Ну, наверное, местным жителям больше нечем заняться. Они ходят по всяким темпам, молятся. Ну и все. В общем, говорят, темпл Кали Мата. Здесь кокосов просто немерено. Это у них такой ритуал какой-то. Они берут кокос, загадывают кучу денег и разбивают его. Если кокос разбился, то все. Молитвы сбудутся. Блин, просто вообще целая гора кокосов. А, я думаю, это лакомство для обезьян как раз. Люди бьют кокосы, а обезьяны доедают за ними. Ну, виды, конечно, потрясные здесь. Ну, кстати говоря, вот я уже подхожу. Тут какое-то здание на самом верху. Я удивляюсь, как вы вообще построили здесь. Потому что, ну, не так уж и легко сюда подняться. Так, тут всякие угощения. Сладости. Так, а где же это Мата? Нет, там кто-то есть. Какая-то корона. И Омкара. Так, я пока не понимаю, как выйти отсюда. Собственно, поднялся я вон оттуда вот. Ну, кстати, можно проехать вот по этой дороге и подняться на скалу. Потому что я давно мечтал куда-нибудь залезть. Невозможно жить с такими видами на горы и не покорить их. Привет. Привет. Сейчас произошла такая забавная ситуация. Я... Ну, перед тем, как выезжать, мой друг сказал, хочешь со мной поехать? Я спросил, куда ты едешь. Вот, собственно, и он. Спасибо. Все, теперь у меня есть модное ожерелье. В общем, он говорит, хочешь поехать со мной? А я спрашиваю, куда ты едешь? Он мне ничего внятного не ответил. И я подумал, ладно, поеду лучше в магазин куда-нибудь съезжу. Поехал в магазин и совершенно спонтанно решил взвернуть на новую дорогу, где никогда не было. И вот, собственно, я оказался здесь. Поднимаюсь, а он тоже здесь стоит. Это, конечно, была встреча вообще века. А вон, кстати, обезьяны на крыше. Вон маленькие такие пятнышки. Там их целая стая. Почему-то они выше не поднимаются. Я думаю, потому что вот там кокосы. Лежат, они вжидают, пока добрые туристы подкинут им кокосов. Конечно, приятная встреча вообще неожиданно. Идалили мне цветов. Подкинула к бабусика. Да? Да, иди, давай, донат. Все. Донат получен. Благословения тоже получены. Можно двигаться дальше. А, какая-то потайная комната есть. Куда-то нас ведут. Ну, смотрите, какая дверь. Дверь вверх. Это последняя стащина. Последняя стащина. Это сайдвайн. Это сайдвайн. Там начинается какая-то молитва. А, это не молитва, это прием пищи. Но я уже поел. Я умер. Какие-то драники. Так, вот это я знаю, это буря. И какая-то лепешечка. Ну вот, я спустился. Точнее, меня спустили на машине, как я и предполагал. А сейчас я хочу подняться, только уже на байке. И, возможно, залезть на какую-нибудь из этих вершин. Вот я поднялся. Насколько смог. Вот такой вот вид отсюда открывается. А вон тот храм, где я, собственно, был недавно. Думаю подняться на одну из этих вершин. Либо на эту. Либо вот на ту. Вдоль склона проложена вот такая стена и каменная. Не знаю, до чего она здесь. Но вот, как видите, она идет вдоль всего склона. Вплоть до самой вершины. Чем выше, тем сложнее подниматься. И тем больше колючек на пути. Да, все. Я наверху. Вот такой вот вид обалденный отсюда. Открывается. Попробую подняться вот на эту стену. Мне кажется, по ней будет легче идти. Надеюсь, это надежно. Нет, это не очень надежно. Хотелось бы, конечно, подняться вот туда. Но эта штука шатается. Поэтому я лучше следу. Ладно. Прыжок вверх. Все, я внизу. Лучше пойду по колючкам. Хоть это неприятно, но безопасней. Отгибаем колючки. Ладно. Буду спускаться потихоньку. А то там коровы уже начинают приближаться к моему байку. Мне это не нравится. Лучше поеду, пока не стемнело. Покажу вам ферму, где я остановился. Там есть на что посмотреть. Покажу вам свой дом, в котором меня заселили. Такое вот интересное местечко я нашел. Совершенно спонтанно. Просто свернул не туда и оказался здесь. Но на самом деле все самые интересные места, они открываются вот так вот спонтанно. По наитию. И меня вот такие места как раз таки больше всего привлекают, нежели какие-то туристические поясы. Не люблю я эти толпы туристов. Ни одной души, даже местных сейчас нету. Не знаю, куда они все подевались. Ну, наверное, уже темнеет. И я вот тоже, пожалуй, буду уже спускаться. Спускаться, кстати, тяжелее. Ох, чувствую долго. Я буду потом еще избавляться от этих колючек. У меня уже все штаны в колючках. Смотрите, вот это вообще, представляете, такая штука возится во многу. Да, это было бы очень больно. Нет, не подходи. Кажется, я его заинтересовал. Чего тебе надо? Он меня хочет атаковать. О, слюнями пускается. Все, до свидания. Можно я поеду? Ладно. Сделаем вид, что мы его не видим. Не-не-не. Не надо слюнявить мой байк. Не надо. Иди сюда. Давай. Вон там твои друзья уже ждут. Заждались. Давай. Давай, уходи. Мне нужно ехать. Ладно, чтобы он не... Во, он ведет. Он идет. Давай. Сюда. Сюда, сюда. Давай, давай. Во, давай, давай. Давай. Все, ладно, я уезжаю. Я просто уезжаю. Я же уеду. Где мой ключ? Я рядом с моим байком всегда вкуснее. Еще один. Ну нет, ребят, все, нужно. Я уезжаю. Вы посмотрите на это великолепие. Все в колючках просто. Я, кажется, знаю, как были изобретены липучки. Просто какой-нибудь аберреген шел по полям. Ему на штаны зацепилась куча колючек. Ему пришла гениальная идея сделать из этого липучки. Все гениальное просто. Вот, смотрите, как хорошо держится. У меня тут щель. И они отлично скрепили штанину в этом месте. Может, так и оставить. Нет, это больно. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok